Ольга в последние дни частенько наведывается в свой двор, собирает какие-то вещи и разбирает завалы. 22 дня просидели в подвале, ели консервации и надеялись спастись. На 23 день мы как выбрались, так вот сюда речкой бежали. Я выводила свою маму, 82 года ей. Мы сюда через речку убегали, видите, как всё погорело. Мы бежали и за нами всё горело. Её соседей убило снарядом в третью ночь войны. Всю семью. Женщина вздрагивает, когда вспоминает те страшные дни. На вопрос, уцелел ли дом, пожимает плечами. Погреб и колодец. Это переход и живи в погребе. Вот приходи и живи в погребе. Ни дома, ни хлева, ни хозяйства. Ничего не осталось. Разве Маринка моя осталась? Вот лошадка моя стоит. Не осталось ничего и у её соседки Жанны. Женщина плачет и разбирает завалы семейной усадьбы. В дом женщины попал вражеский снаряд. Всё погорело. Всё. Ничего из хата не вынесли. Мгновенно загорелось. Второй раз. Первый раз потушили, а второй загорелось. Не знаю, как остались живы. Чудом остались живы и Василий с женой. Им удалось убежать из-под обстрелов в соседнее село. Показывают изуродованный дом. Вот этот вот стволок лежал. Он, его кусок вырвано. Вот если бы не этот стволок, нас бы там в подвале поубивало. Мы сидели там, в подвале. Нас было семь человек. Слава Богу, мы выжили. Если бы эти осколки, не дай Бог, пошли ниже, нас бы всех поубивало. Вот так. Нам надо было жить, и мы выжили. Ничего не осталось и со двора. Туда вон упало. За сарай, посмотрите. Танком прямо било в летнюю кухню. Зачем ты такое делаешь? Она тебе что, мешает? На ту сторону хлева? Нет. Все сгорело. Все разбито. Сколько тут труда вкладено. Сколько ремонта. Все разбито. Сколько здесь труда вложено. Ремонта. Этого всего. Эх, все разбито. Ну, душа болит, а жизнь продолжается. Надо отстраивать, да и все. Будем строиться. Сначала наши ребята победят. Все будет хорошо, дети. Это человеческие истории из небольшой деревни в 100 километрах от Киева. Впрочем, таких сел, о которых редко упоминают в новостях, по всей стране множество. И в каждой из этих историй боль, отчаяние и ненависть к русскому миру. Официально в Ализаровке погибли пять местных жителей. Настоящее количество удастся установить, когда разберут все завалы. В настоящее время известно более чем о тысяче людей, убитых российскими военными на территории Киевской области. Сейчас в Ализаровке нет воды, тепла, света, электричества, газа и связи. Фактически ничего для нормальной жизни. Еду сюда регулярно довозят волонтеры и местная полиция. Спасибо, спасибо.